Всем добрый день, это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, со мной Екатерина Шайтанова. Здравствуйте. Мы журналисты и редакторы Читару, и мы давно не записывали Редколлегию вдвоем. Наконец-то. Но наконец-то сегодня мы пишем ее вдвоем и хотим поговорить о том, что изменилось в работе редакции Читару, может быть даже компании Читару после начала специальной военной операции, которая началась 24 февраля, то есть больше месяца назад. Какие-то изменения, безусловно, произошли, и нам по этому поводу задавали какое-то определенное количество вопросов. Мы отчасти на них сегодня ответим и будем готовы отвечать на них и дальше. Лучше эти вопросы задавать нам под этой редколлегией в телеграм-канале Читару. Катя, что изменилось в работе редакции? С какого момента? После начала специальной военной операции. То есть за последний месяц? Да. Мы начали называть то, что происходит в специальной военной операции. Это требование законодательства, которое появилось практически сразу же на первый или на второй день. И первую неделю или две у меня просто был от этого очень серьезный когнитивный диссонанс. Давай объясним, что такое когнитивный диссонанс. Ой, ну это когда, вот если очень утрировано, то это когда что-то с чем-то критично не сопоставляется в голове. Хорошо. Мы начали буксовать на совершенно простых формулировках, которые раньше не вызывали у нас вопросы внутри редакции. Я не буду их цитировать на всякий случай, потому что мы начали на них буксовать. Но очень быстро все привыкли, что это специальная военная операция, потому что как только это что-то другое, то ты больше не работаешь в журналистике в российской. А мы как бы намерены работать, я не хочу закрываться, я не хочу, чтобы нас блокировали, я не хочу быть иноагентом, вот это вот все. Поэтому мы для того, чтобы нас продолжали читать и мы продолжали писать для наших читателей, вынуждены назвать это специальной военной операцией. Так. Во-первых. Что еще изменилось? Ну, у нас пошли сводки. То есть у нас пошли сводки о первых погибших. Это началось в самом начале марта 5 или 6 числа. Нам этих первых погибших не подтверждали. После этого часть погибших начали подтверждать. Федеральция спустила как бы по принципу коронавируса, спустила ответственность за сообщения о погибших. Ну, пока только о погибших, раненых и пленных я нигде не вижу. Мы выдаем только то, что нам сообщили официальные российские власти. То есть даже если вдруг нам сообщила семья погибшего, потому что у них погиб человек на Украине, это в нашей нынешней реальности не основание и последствия этого новости. То есть даже если нам сообщила уже на МАСИТС, мы все равно ищем официальный российский источник. По-моему, это ключевые изменения, которые произошли с нами за это время. Но я могу путаться. Прошел месяц, и каждый день происходило что-то новое. А, но мы отрубали комментарии и включили их обратно. То есть мы отрубали комментарии, честно говоря, не до конца понимая, как бы кому прилетит в случае, если у нас в комментариях будет что-то нарушающее российское законодательство. То есть я исходила из того, что это как бы в моей идеальной картине мира скорее забота о пользователях, которые могли бы залететь под нарушение законодательства. Но я не уверена, что это бы и нам бы как-то не прилетело. Когда немножко леглось, комментарии включили, но на них включили на всех автоматическую премодерацию. В смысле полностью премодерацию? То есть сначала комментарий публикуется, потом проверяется модератором, и только потом публикуется? Сначала комментарий оставляется, потом публикуется модератором, и только после этого появляется на сайте. Как-то так. У меня немножечко есть сомнения относительно... Это не сомнения, а рассуждения относительно современной российской журналистики в целом. То есть у нас очень быстро появилась военная цензура, и огромное количество СМИ позакрывали, и часть из них раздробилась как бы на некоторые телеграм-каналы, а часть из них уехала, часть этих редакций уехала куда-то за пределы страны. Для меня это был не самый простой выбор, но я не успела как бы о нем порассуждать, потому что это такой выбор, что ты или работаешь в условиях современного российского законодательства, или ты закрываешься. Ты на меня как-то странно смотришь. Я с увлечением слушаю тебя. Первый раз мы говорим просто в таком ключе. Так. Сейчас чувствуешь какое-то серьезное давление на твою свободу слова знаменитую? Нет, ну я не чувствую серьезного давления на свободу слова. Я как бы просто понимаю, что у нас новые правила игры. И они в начале специальной военной операции менялись просто каждый час. Сейчас к ним немножко попривыкли. Я с трудом представляю условия, в которых мы откатимся на уровень раньше. У меня такое ощущение, что там никто не сохранялся, и поэтому мы туда не сможем вернуться. Ну вот это не давление на свободу слова, на мой взгляд. Это вот такие правила игры. То есть государство находится в определенных условиях, в которых работа СМИ видит определенным образом, что государственных, что негосударственных. И я полагаю, что вообще-то удивительно, что нас даже никто не закрыл. Кого? Нас, второго. А могли? Я предполагаю, что при определенном сечении обстоятельств могли бы. То есть мы, например, в новой реальности имели возможность быстро консультироваться с юристами. И быстро получать условные правила, по которым мы работаем сейчас, чтобы никуда условно не залететь. Это тоже не давало гарантий, но это все равно давало какую-то стабильность в нашу работу, придавало стабильность в нашей работе. Я полагаю, что если бы у нас почему-нибудь бы не было бы этих юристов, или почему-нибудь бы не было бы доступа к какой-то общей логике работы, нашей сети, или почему-то еще, мы могли бы быть закрытыми сейчас. Потому что если хотеть закрыть, можно закрыть практически любое СМИ. Ну, а если оно еще подставляется, как бы периодически... Но мы не подставлялись никогда. Слушай, мы не подставлялись, но у меня куча штрафов за работу моей редакции. Хотя мы никогда, конечно, не подставлялись. А как ты относишься к медиа, которая при выборе между работой и принципиальным выражением своей, очень важной и нужной кому-то с их точки зрения позиции, выбирает выражение позиции и закрыться? Ну, я считаю это странным по отношению к аудитории. То есть у тебя была аудитория, тебя читало огромное количество людей, и вдруг ты сейчас просто закрылся, потому что ты не можешь называть специальную военную операцию специальной военной операцией. Не можешь переступить как бы через себя, да? Ну да, да. То есть в этой логике как бы в принципе важнее аудитория, но мне кажется, в профессии журналистов аудитория всегда превыше всего остального. Как ты относишься к мнению о том, что в современной России журналистика независимая или просто журналистика умерла? Не думаю, что она умерла, но я думаю, что ей стало существенно сложнее быть. А журналистам стало существенно сложнее работать. И на мой взгляд, выбор между новой сложной работой и как бы дёрганием плечами, ну, для меня очевиден этот выбор. Примерно так. Как ты сама себя чувствовала в этом информационном потоке, который очень резко изменился после 24 февраля? Ох, это какой сложный вопрос. Что значит, как я себя чувствовала? Я чувствовала себя обманутой, я чувствовала себя потерянной. Никак хорошо я себя не чувствовала очень долгое количество времени. А сейчас как? И не сказать, что я сейчас себя особо хорошо чувствую. Я тоже добавлю пару тем, которые важны для понимания того, как сейчас работает Читару. Ты меня поправишь, если что? Конечно. Ну, во-первых, мы должны сказать о том, что мы действительно очень внимательно относимся к требованиям современного российского законодательства. Всегда внимательно относились к этим требованиям и всегда их соблюдали. Это очень важный момент. Для нас никогда нет этого выбора соблюдать или не соблюдать. Мы всегда соблюдаем российское законодательство. Это просто, как там говорится, берем на карандаш. Изменилось, пошли сразу выполнять. Да, но мы можем, наверное, ошибиться. Но это такая ошибка, а не принципиальная позиция. Да, то есть мы можем по-разному относиться к российскому законодательству, но мы относимся к этому законодательству как к четкому руководству к действию. Если современное российское законодательство говорит о том, что нельзя проводить, например, несанкционированные митинги, то мы понимаем, что нельзя этого делать. И если законодательство говорит о том, что специальная военная операция – это специальная военная операция, то мы тоже называем это именно так. Если современное российское законодательство требует сверки информации о погибших с официальными органами власти, это не только... Не называется сверка. Да. Мы получаем оттуда информацию. И без этого ни в руку им ничего. Да, и при этом люди, которые не связаны со СМИ, с медиа, видят только верхушку этого айсберга, потому что кроме самих законов есть некие подзаконные нормы и сложившаяся практика работы. То есть нет закона, в котором написано, как можно публиковать информацию о погибших. Но есть сложившаяся практика работы, в которой мы учитываем свои контакты с органами власти, в том числе, и делаем это так, чтобы, во-первых, не подставляться, а во-вторых, никого не подставлять в этой истории. И закон, соответственно, соблюдать. Это первое. Второе. Про комментарии. С комментариями на Четару, по-моему, во все времена было достаточное количество проблем, когда пользователи думали, что свобода слова – это такая, какая-то очень аморфная история, данная человеку, не знаю, вселенной или богом. Преурождение, в смысле? Да. Вот, типа, у меня есть свобода слова, и это словосочетание значит, что я могу где угодно, что угодно говорить. Это давно не так. Это вообще никак не привязано к 24 февраля, к специальной военной операции, к российскому законодательству. Это связано с современным миром. В современном мире говорить что угодно, где угодно, про что угодно, могут только фрики. Нет. Они, конечно, могут, но это не означает, что у них все будет хорошо. Да. Я про это и говорю. То есть, на самом деле, никакой свободы слова в чистом, дистиллированном виде не существует. Не существует уже давным-давно. И мы много раз про это говорили, но, по-моему, люди, очень многие, не по-моему, а я совершенно в этом уверен, продолжают этого не понимать. И пишут в комментарии, что попало на самом деле. И после 24 февраля эта ситуация, наверное, к огромному сожалению, что это произошло сейчас. Но, с другой стороны, государство впервые, наверное, на моей памяти, начало делать то, чего мы ожидали от него, например, в пандемию коронавируса. Когда мы думали, что они будут закручивать гайки на распространение заведомо ложной информации. Да. Ну да, я не считала нужным. У государства есть для этого некие основания. Я думаю, что всем они примерно понятны. Государство включило режим максимального контроля в части информации, которая касается проведения той же специальной военной операции и некоторых других историй, которые связаны с жизнедеятельностью нашего общества и государства в том числе. Я к этому отношусь спокойно. К этому можно относиться по-разному. Качу это больше волнует, меня меньше волнует. Но я к этому подхожу как к требованиям и правилам, которые просто нужно соблюдать. В каждом государстве есть свои нормы и правила, которые нужно соблюдать. Мы соблюдаем те правила, которые существуют в современной России. В том числе поэтому комментарии на читару отключались, потому что люди в комментариях продолжали некоторое время думать, что они могут писать там что угодно, и им за это ничего не будет. Это не так. Эти люди подставлялись сами, подставляли нас и подставляли каких-то других людей. Поэтому комментарии выключали, а потом включили премодерацию этих комментариев. То же самое касается телеграм-канала читару и социальных сетей читару. В телеграм-канале читару... Оставшие социальные сетей читару. Да. В телеграм-канале читару комменты не выключали, но после 24 февраля мы получили такой поток психов в комментариях, что перестали вообще разговаривать. Слава богу, в телеграме есть возможность блокировки людей, которые нарушают правила, с одновременным сносом всех комментариев, которые они когда-либо написали в этом канале. Поэтому я только своими руками снес за этот месяц, я думаю, много сот... Ну не сот, сто умножил. Нет, нет, мы вдвоем работаем с человеком, который ведет телеграм, и рубим каждый день по 10-20 людей, которые продолжают думать, что они могут писать все, что угодно, просто потому, что у них есть якобы данная им богом свобода слова. В комментариях продолжают оставаться люди, которые, по-моему, тоже переходят некоторые нормы, продолжают язвить там, где делать этого не нужно. Мы тоже не разбираемся и рубим сейчас и эти комментарии, и этих комментаторов. То, что касается соцсетей, я не буду называть названия тех соцсетей, которые признаны в России экстремистскими. Мы в этих соцсетях присутствуем только в тех объемах, которые позволяет законодательство, но больше не делаем упора на работу с ними, а делаем упор на работу с теми социальными сетями, которые в России разрешены и развиваются. Это, прежде всего, социальная сеть ВКонтакте и социальная сеть Одноклассники. Многие по ошибке называют социальной сетью Телеграм, но Телеграм – это мессенджер. Мы, конечно же, очень активны в Телеграм-канале Читару, который вырос в 2,5 раза по числу подписчиков за последний месяц и, наверное, в 3 раза по охватам одного поста и в десятки раз по общему охвату. Это одна из наших ключевых площадок. Еще у нас есть Viber. Да, еще у нас есть Viber, где мы тоже активны. И Viber тоже, на самом деле, достаточно большой. У нас там больше 5000 подписчиков и тоже достаточно благодарная аудитория. Но главной площадкой Читару остается наш сайт Читару, который тоже очень сильно вырос. Я вот смотрю на статистику, которая висит перед моими глазами. Наша месячная аудитория с 21 февраля по 20 марта, на прошлой неделе мы ее опубликовали, составляла 1 миллион 860 тысяч человек. Безусловно, часть этой аудитории – это федеральная аудитория, существенная часть. Но мы исходим из того, что практически все люди, которые живут в Забайкальском крае, периодически заходят на Читару для того, чтобы прочитать новости. Наша ежемесячная аудитория, я тоже смотрю на эту статистику, которая висит перед моими глазами, 690 тысяч человек. Каждый день на нашем сайте бывает более 100 тысяч человек в будние дни, из которых около 70-80 тысяч человек – это люди из Забайкальского края. И мы очень серьезно подходим к подбору контента, который мы публикуем в ленте, видим, что значимо для нашей аудитории. Для нашей аудитории значима не только специальная военная операция, для нашей аудитории значима ситуация на рынке, для нашей аудитории значимо выращивание помидоров на подоконниках, для нашей аудитории значима по-прежнему погода, для нашей аудитории по-прежнему значима человеческие истории. Мы все это продолжаем писать внимательно, следя за тем, что важно для людей. Нас многие спрашивают о том, почему мы пишем, например, про закрытие или продажу бизнеса в Забайкальском крае. Нас спрашивают, меня периодически спрашивают. Мы пишем это ровно потому, что это людям интересно с одной стороны, а с другой стороны мы пишем об этом потому, что это отображает ситуацию на рынке. Да, это экономические последствия. Да, это экономические последствия, поэтому мы про них говорим, рассказываем. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы в том числе тревоги предпринимателей вынести в нашу ленту для того, чтобы в том числе власть могла на эти замечания реагировать. Поэтому у нас очень много комментариев предпринимателей в последние недели. С самого начала началось. Да, с самого начала. И я очень благодарен чеченским предпринимателям, которые очень сильно проясняют картины, понятны болевые точки. И понятно на самом деле, что сейчас ситуация постепенно успокаивается по сравнению с тем, что было в первые 2-3-4 недели после начала специальной военной операции. И она никогда уже не станет прежней. Но волны паники потихонечку стихают. Поэтому мы, во-первых, приглашаем всех, кто хочет высказаться в рамках существующего законодательства о ситуации на рынке, о ситуации с какими-то товарами, о проблемах, которые возникли в связи с недостатком каких-то товаров или еще чего-то. Приглашаем на нашу площадку, говорит коллеги, мы по-прежнему открыты, но мы очень серьезно относимся к тому, что закон нам разрешает говорить, а что не разрешает. И относимся к этим запретам, разрешениям с уважением в достаточной мере, как и раньше мы относились к этому, как к федеральному законодательству. Подожди, я хочу тебя спросить. Да. У тебя хоть немножко было жалко эту уютную, симпатичную, розово-фиолетовую социальную сеть, которой теперь как будто бы нет? Безусловно. Я к этому отношусь еще как человек, который организовывал работу в этой социальной сети, которой теперь нет. Я видел, какое огромное количество труда было вложено в развитие аккаунта в этой социальной сети. Читару, что? А тебе, как Андрею Кузлову, было жалко? Мне было жалко, но я очень быстро прошел эти этапы, про которые теперь все говорят. Что там? Принятие, смирение, нет отрицания и все вот это. Я сейчас не испытываю особых эмоций. Хорошо, а санкции ты почувствовал на себе? Санкции? Ты сделал какие-нибудь запасы? Может быть, купил гречки или сахар? Я купил много линз. То есть, линзы для глаз выросли в цене, я писал про это, по-моему, в два раза. Но я нашел какие-то аналоги. Я при этом четко понимаю, что последствия санкции мы в полной мере еще не почувствовали. И почувствуем их к лету, к осени, ну позже. Но пока ты глобально не почувствовал. Пока глобально я не почувствовал, но у меня изменилась моя потребительская какая-то тактика, наверное. Я могу так сказать. Что ты имеешь в виду? Ну, что я стал поменьше хватать, что попало с полок, там, посматривать на цены и так далее. Выключил режим экономии? Ну, нет. Выключил режим растраты? Ну, наверное, так, да. То есть, я стал повнимательнее к этому относиться и стал внимательнее смотреть на цены. Раньше я на цены, в принципе, в какие-то моменты не стрел, сейчас смотрю. И для меня пока существенные изменения в цене коснулись медикаментов, линз. Больше я ничего не могу заметить. Меня довольно сильно тревожит ситуация с авиацией. То есть, я учитываю, где мы находимся вообще-то, да. И что добраться из Читы до центральных регионов России – это довольно серьезная история. И если власти как-то не решат эту проблему с авиацией, я все-таки надеюсь, что они решат. Мы, видимо, будем или на поездах ездить, или на сухих суперджетах, немногочисленных прыжками, лететь до Москвы. А подожди, а Apple Pay? Apple Pay я почувствовал, но в смысле, что теперь нельзя рассчитываться телефоном. Да, действительно, я... Я сразу же потеряла карту. Да, я в пятницу оказался в ситуации, в которой я не мог заплатить, потому что отвык от пластиковых карт. Но я думаю, что это те изменения, которые сильно не повлияют на мою жизнь. Я сразу заказал нужные мне карты, научился ими пользоваться. Узнал, что до 1000 рублей можно пин-код не вводить, а после 1000 надо вводить. Никогда этого не знал. Нет, раньше все это знали, пока не появилась бесконтактная оплата. Ну, я считаю, что это никак на мою жизнь не повлияет. И я с большим презрением отношусь к этому решению компании Apple. Считаю, что это очень показательная история для всех, для нас. Я при этом не псих. Как только Apple Pay вернется, если он вдруг когда-то вернется, я спокойно на него вернусь. Это не изменит моего презрительного отношения к компании Apple. Не в смысле даже какой-то... Не с политической точки зрения. Я сугубо как потребитель к этому отношусь. Я купил дорогущий телефон, имея в виду, что в нем будут... Нужные функции. Да, все нужные функции. Точно так же я отношусь ко всем автомобильным компаниям, которые ушли из страны, оставив людей с железками за бешеные бабки, с которыми теперь не очень понятно, что делать. Я это почувствовал на своем автомобиле. У меня салонный Nissan, на который я не смог продлить гарантию, потому что хрен пойми почему. Я извиняюсь, что я так сказал, но это действительно так. Типа вот в салоне просто не знают, что теперь будет с этими гарантиями. Мы не знаем. Но это странно немножко. Это не коробок спичек. А Nissan это какая машина? Японская? Ну, она японская, но это какая-то корпорация, наверное. Я не знаю. Просто у нас есть сотрудник, который столкнулся точно так же с приобретением автомобиля. Он заплатил большие деньги за то, чтобы ему из Апонии привезли автомобиль. Он где-то застрял, этот автомобиль. Денег нет у автомобиля тоже. Я при этом понимал бы реакцию этих всяких производителей. Если бы, например, было понятно, что это исключительно политические решения властей, западных стран. Я уверен, что это так и есть. Но официальная их риторика заключается в том, что эти компании сами принимают эти решения. Да. И были даже моменты, когда они придумывали. Типа Юникло сказала, что оно остается, а потом сказала, что оно уходит. Об этом официально сказали, по-моему, президент США Джо Байден. Об этом сказали власти Франции. Власти Франции сказали, что они сами будут принимать решения. То есть, официально это озвучено. Я понимаю, что на эти компании оказывается некое давление политическое в том числе. Но поскольку официально в том числе заявлено, что это их личное решение, я считаю, что это ответственность этих компаний. Теперь, безусловно. И вне зависимости от давления, те, кто хотел остаться, остался. Это, например, французская сеть супермаркетов, по-моему, Ашан. И еще множество других компаний. Сотни и тысячи компаний остались, несмотря ни на какое давление. И я считаю, что это нормально. А компании Apple, мы писали недавно где-то в обзоре. И все про это знают. Что рейтинг приложения валит. Где собирались карты, которые перестали работать. Обрушили российские пользователи. И правильно сделали. Потому, что я периодически слышу какие-то размышления про демократию. Что-то про свободный рынок. Нет никакой демократии. Не было ее никогда. Кроме Древней Греции, наверное. И нет никакого свободного рынка. И свободного рынка точно никогда не было. Поэтому вот так. Я поняла. Что еще? Я хочу отдельно в конце сказать, что несмотря на то, что мы оказались в очень сложном мире, в очень сложное время, нам, к сожалению, не повезло жить в эпоху перемен. Всем. Всем. Предыдущего мира я совершенно уверен, что нет и уже никогда не будет. Мы не знаем, что будет даже завтра. То есть, горизонт планирования, все про это говорят, но я повторю, горизонт планирования раньше у нас был на год. Ну, в компании, например. Сейчас он сузился до недели двух-трех. Мой доедовый иногда нет. Это другой мир, сложный, страшный, испытывающий людей во всем мире на самом деле, показывающий что-то с другой стороны и кого-то с другой стороны. Но, тем не менее, я совершенно уверен, что это время возможностей. Может быть, это немножко кощунственно прозвучит, но на самом деле это действительно так. Это время возможностей для нашей страны, это время возможностей для бизнеса, это время возможностей для, как ни странно, для медиа. Это время возможностей для людей и компаний, которые активны в социальных сетях. Это время возможностей для читару, и это время возможностей для того, чтобы ценить и друг друга, и для того, чтобы ценить отношения на рынке в том числе. Я думала, что отношения между людьми, и мы поговорим про любовь, но оказалось, что мы поговорим про рынок. Да, это очень важная история сейчас, как мы работаем, если уж мы пишем редколлегию про читару, как мы работаем с информацией, с какой информацией мы работаем, что мы даем нашей аудитории, что мы даем нашим рекламодателям, что будет со всем этим потоком информации в будущем, и как мы на него можем влиять. И поэтому я... Мне кажется странной, ты уже говорила про это, позиция медиа, которые предпочитают дергать плечами, а не работать со своей аудиторией, уходить с рынка. Я считаю, что это странно. Просто часть этой медиа сразу заблокировали 24 февраля. Я как бы не про них говорю. Да, я понимаю. То есть, часть медиа намеренно полезла на рожон и оказалась в блоке. Мне это неясно. То есть, читару – это история не столько про нас, и не столько про то, что мы делаем, сколько про людей и про компании, ради которых мы работаем. Я действительно так к этому отношусь. И когда мы говорим про социальные сети, которые перестали быть, есть другие социальные сети. Мы научимся в них работать. Мы дадим аудитории в этих социальных сетях то, что этой аудитории там нужно. Мы умеем уже это делать, будем уметь делать это лучше и на этом вырастим. Мы дадим аудитории ту информацию, которая ей нужна сейчас. Мы дадим нашим рекламодателям те продукты, которые им помогут пережить этот кризис. И поэтому, несмотря на все сложности, очень важная история сейчас – это оптимизм и готовность меняться, наверное, так. И в конце я еще раз скажу – следите за тем, что вы пишете в интернете. Никакой свободы слова не было до 24 февраля. А после 24 февраля просто поменялись некие правила игры. Ну, нужно знать их, наверное, просто. И, может быть, теперь кто-то почувствует вес своих слов. Раньше этот вес чувствовали в основном журналисты. Ну, а теперь могут почувствовать и более широкие слои населения. Ну, а ЧТОРУ будет становиться только лучше. Мы очень сильно хотим быть по-прежнему важным, нужным и ведущим медиа для жителей и бизнеса Забайкальского края. Оставайтесь с нами, ищите нас на нашем сайте, в наших социальных сетях и в наших мессенджерах. Мы работаем для вас каждый день с утра до ночи, 365 дней в году. Спасибо вам за внимание. Спасибо тебе, Катя, за искренность в этой редколлегии. Удачи. До свидания. Счастливо. Спасибо.